Тач Шам Юор Абхи Тач Шам Юор Абхи Эта мантра призывает к согласию и гармонию между двумя аспектами жизни. Звучит это буквально так. Пусть зло будет справедливостью, пусть зло будет справедливостью, а добро наградой. Вы знаете, что зло в понятии индуизма является проявлением справедливости. Поэтому если кому-то плохо, то этот человек отдал долг. А если проявилось что-то хорошее, то этот человек получил награду за добро. Именно поэтому я часто говорю, и наша концепция школы даже основана на этом. Я часто говорю, ребята, будьте добрыми людьми, проявляйте добро по отношению к близким, будьте добрыми. Почему? Потому что ваше добро это награда. Ощущайте награду и принимайте, тогда зла не будет. А если у вас есть добро, равняется зло. Таким образом можно написать добро награда, а зло справедливость. Поэтому если человек добрый и проявляет свое добро, то тогда вокруг него всегда будет царствовать справедливость. Этого человека нельзя будет просто так обмануть, наказать, обидеть, забрать, ущемить. Потому что за него будут заступаться силы. Поэтому добро и есть самым мощным элементом, который защищает человека в этом мире. Добро и делает справедливость. Понятно, чем белее белое, тем темнее черное. Но белое можно контролировать. Но когда человек проявляет зло и становится злым и делает это, то проявлением в его жизни несправедливости будет естественным. Тандемом и концепцией. Почему? Потому что справедливости не будет. Еще раз. Пусть зло будет справедливостью, а добро наградой.